Крым. Мост цивилизаций. Готский меч. Тень свастики. В 1942 году имперский генеральный комиссар Крыма Таврии Альфред Фрауенфельд выпустил в Потсдаме книгу «Крым» – справочное издание по истории, природе и экономическому положению Таврии. В ней он обосновал права Третьего рейха на Тавриду, как на территорию так называемой Готии – месту обитания готов со времен Великого переселения народов. По плану нациста Таврида должна была стать территорией Готенгау – отдельным регионом в составе рейха, куда надлежало переселить немцев из Южного Тироля. Для жителей этой части Доломитовых Альп были бы привычными крымские горы, а мягкий климат полуострова сделал бы их обитателями еще и всесезонного санатория для высшей расы. При этом, естественно, Крым должен быть очищен от местного населения. В специальном меморандуме для тирольцев Фрауенфельд расписал привлекательные стороны жизни на полуострове. В первую очередь плодородные земли, на которых хорошо растут зерновые, лекарственные травы и табак – важные культуры для горцев. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер план одобрил, предложив переименовать Симферополь в Готенбург, Севастополь в Теодорексхафен, Перекоп в Готенкомф и т.д. Сама идея создания Готенланда, которую поддерживали Гиммлер и рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг, предполагала возрождение древней мифологии и актуализацию античной истории. Для этого фрау Энфельд предложил начать археологические исследования на побережье Крыма от Феодосии до Балаклавы, в Керчи, Мангупе, Эскекермене, Сюйрейне, Биасале, Портените, Натамане с целью розыска наследства этого германского народа. Кроме того, генеральный комиссар также указал на необходимость проведения расовых исследований среди горных татар и мариупольских греков для выявления среди них предполагаемых потомков готов, носителей германского расового элемента. Разгром вермахта на Кубани с последующей капитуляцией эвакуированной из Таманского полуострова 17-й немецкой армии в Крыму положили конец этим маниакальным экспериментам. Готские красные девы Готский вопрос у потомков легендарного вождя Гермонариха, Эрмонариха, возник не случайно. Со II века н.э. в результате переселения, вытесненной из Скандзы в Скандинавии, воинственный народ готов, пересек Балтийское море и начал постепенное движение на юг. А в III веке готы под предводительством вождя Книвы достигли Причерноморья и впервые столкнулись с римлянами, разгромив в 2051 году у Абритта, ныне болгарский разград, армию императора Гая Деция, который погиб в бою. После чего готы заняли территорию Северного Причерноморья. Готский историк VI века Иордан писал, «Когда там выросло великое множество людо, а правил всего только пятый после берега король Филимер, сын Годоринга, то он постановил, что поиск аготов вместе с семьями двинулась оттуда. В поисках удобнейших областей и подходящих мест для поселения он пришел к земли Скифии, которые на их языке назывались Ойюм». Филимер, восхитившись великим обилием тех краев, перекинул туда половину войска, после чего, как рассказывают, мост, переброшенный через реку, непоправимо сломался, так что никому больше не осталось возможности ни прийти, ни вернуться. Отсюда уже, как победители, движутся они в крайнюю часть Скифии, соседствующую с Понтийским морем. Этой крайней частью Скифии и была Таврида, которая, по выражению хрониста, окружена зыбкими болотами и омутами, но с великим изобилием тех краев. Земля столь привлекательная для всех, без исключения захватчиков в истории. Римский историк Аммиан Мерцелин писал, что к середине IV века в Причерноморье сложился мощный союз готов во главе с герцогом, военным предводителем-германарихом из рода Амалов, весьма воинственного царя, которого страшились соседние народы из-за его многочисленных и разнообразных военных подвигов. Готы разгромили и практически полностью ассимилировали живших в Тавризе Алланов, добили остатки боспорского государства и фактически заперли греков в их приморских городах-крепостях. В то же время германарих был достаточно дальновидным политиком, понимавшим, что соседство со столь мощным и боеспособным соседом, как Римская империя, необходимо строить на базе взаимовыгодного сотрудничества. Отряды готов нанимались к римлянам, сохраняя границу в качестве федератов. К готам от римлян был послан епископ Вульфила, убедивший язычников принять христианство арианского образца, создавший готский алфавит и переведший на готский язык Евангелие. Фактически, Вульфила стал для крымских готов тем же, кем через полтысячелетия стал Кирилл-философ для славян. Однако со временем принципиальное отличие крымцев от остальных готов обозначалось в том, что после разгрома союза племен Гермонариха гуннами большая часть готов ориан ушла в пределы Римской империи и расселилась в западной части Европы. Тогда как их восточная ветвь от готты Грейтунги в Крыму и на Тамани попала под влияние Византии и интегрировалась в православие. Об этом свидетельствует изменение их погребального обряда, переход от кремирования умерших к их захоронению. Обнаруженные могильники с характерными для готов женской одеждой и украшениями фибулы, пояс с пряжкой, наплечники и прочее. Подобные находки вскрыты в могильниках V-VI веков возле Мангупа, Чуфуткале, Лучистого, Артека, Сууксу, Эскекермена, Пантикопея и других. Прокопий Кесарийский в середине VI века утверждал, что основным занятием готов в феме Климата составляло земледелие. То есть бывшие отважные воины и сокрушители Западной Римской империи всего за столетия интегрировались не только в ортодоксальную для Византии религию, но и в основное для Тавриды экономическое занятие – выращивание хлеба. Часть крымских готов продолжала пограничную службу уже у Византии в качестве пограничников-федератов. Для защиты от внешних угроз император Юстиниан I в Климате создал мощную систему крепостей для готов-федератов. До X века вдоль побережья были построены порядка 70 укрепленных замков Иссаров. Были заново укреплены Херсон, Боспор и Сураж, построены крепости Вало-Стони, нынешняя Алушта, Гурзавитах, Гурзув, Симбелиони, Балаклаве. Прокопий Кесарийский писал, что касается городов Боспора и Херсона, которые являются приморскими городами на том же берегу за Меотитским болотом, за Таврами и Тавроскифами и находятся на краю пределов римской державы, что, застав их стены в совершенно разрушенном состоянии, он сделал их замечательно красивыми и крепкими. Он воздвиг там и два укрепления, так называемые Алушта и в Гурзавитах. Особенно он укрепил стенами Боспор. С давних времен этот город стал варварским и находился под властью гуннов. Император вернул его под власть римлян. Есть же здесь область страна при побережье, именуемая Дори, где искренне живут готы. Сама же местность Дори хоть и лежит в высокогорной земле, но все же не неравна, не тверда, а очень хороша и приносит лучшие плоды. Здешние люди, не терпевшие быть заключенными в стены, всегда охотнее жили на равнине, поэтому длинными стенами проходы кругом преградив, он избавил готов от беспокойств о нападении. Первые крепостные сооружения были построены здесь еще в VI веке, спустя два века они были перестроены уже новыми владельцами хазарами. А в X веке вернулись вновь византийцам уже с новым названием крепости Дорис и с новым названием Фемы Херсон, так переназвали Херсонес таврически. Именно Дорис и стал своеобразной столицей крымских готов. Интеграция в Византийскую империю позволила готам приобщиться и ко всему известному на тот момент православному миру налаживать торговые связи. О крымских готах прекрасно знали и на Руси. Безымянный автор слова о полку Игореве много столетий спустя писал «Себо-готские красные девы, воспеша на брезе синему морю, звоня русским златам, поют бремя бусова, лелеют месть шаруканью». В Великом Новгороде на торговой стороне реки Волхов с XII века существовал первый иноземный купеческий анклав – Готский двор, где обитали заезжие гости с Готского берега. В житии Антония Римлянина описывается прибытие в Новгород в XII веке некоего гостя – гота из Тавриды, прекрасно владевшего греческим и русскими языками. Иными словами, в византийский период крымские готы вполне успешно торговали и с Константинополем, и с Хазарами, и с Половцами, и с Русью. Таким образом, еще один цивилизованный мост был переброшен из Второго Рима на Русь уже при посредничестве бывших переселенцев из Сканзы. Вероятно, на почве торговли готы нашли общий язык и с генуэзцами, начавшими проникать в Тавриду после Четвертого Крестового Похода и захвата Константинополя. Генуэзцы, отдавшие должное готам, назвали сеть своих новых факторий капитанством готия. Именно Республика Святого Георгия и перехватила у готов лидирующие позиции в торговле с Русью и степью, постепенно отодвинув в сторону за земледелием и торговлей, совершенно утративших военные навыки экс-сокрушителей Первого Рима. Крым. Мост цивилизаций.